здравствуйте меня зовут александр лирмин я занимаюсь разработкой сайтов на 1с битрикс данный курс я разработал для тех кто только начинает заниматься программированием на битрикс также просмотр курса поможет тем кто хочет быть более независимым от разработчика когда нужно выполнить простую правку или добавить функционал на сайт обычно это может коснуться верстальщика дизайнера или менеджера проектов у которых нет навыков программирования и проекты еще небольшие посмотрев мой курс вы освоите базовые навыки по работе с системой битрикс и сможете самостоятельно с ней работать на курсе мы разработаем небольшой сайт компании с товарами и услугами лентой новостей и статей а также контактной информации таким образом вы увидите вживую как разрабатывать подобные сайты мы будем идти с вами пошагово от урок к уроку разбирая основные этапы разработки чтобы ничего не упустить я постарался сделать курс кратким и информативным приятного посмотрим поехали откроем сайт 1с битрикс раздел скачать подраздел виртуальная машина разработку на 1с битрикс и обучение лучше начинать с виртуальной машины то есть мы с вами скачаем образ компьютера linux установим его на свою машину запустим и таким образом будем к ней подключаться виртуальной машине чтобы работать с ней как сервером на ней уже будет создан нами сайт и полностью вся работа будет вестись на этой виртуальной машине виртуальные машины существует двух видов для windows и для macintosh а раньше когда я пользовался windows я использовал виртуальную машину в эмбаре вот она самая первая вы скачиваете этот образ и скачиваете утилиту которая называется в эмбаре player с помощью этой утилиты вы монтируете образ при установке образа и работой с в эмбаре никаких трудностей я не испытывал единственное что есть проблемка с virtual box для macintosh там есть трудности с ip адресом необходимо выполнить ряд команд и настроек сейчас мы с вами пошагу это все пройдем я образ уже скачал скачивайте образ самостоятельно распаковываете его и так скаченный образ у нас будет находиться вот в такой папочке запускаем так так как я работаю на макинтош мне необходимо сразу же поменять название имени виртуальной машины так как мы будем использовать команды так вот они эта команда она запускается в терминале пока у нас машина устанавливается мы сразу же запускаем терминал и в терминале вставляем команду все машина установлена команду можно выполнять окей команда выполнена закрываем терминал теперь в настройках сети мы прописываем что будем использовать bridget adapter и в разрешениях указываем разрешить всем это значит что на виртуальную машину вы сможете попадать с вашего компьютера иначе этого было бы невозможно так запускаем виртуальную машину обычно она запускается очень быстро и так самое главное когда у нас виртуальная машина вот это линук загружается цент ос загрузится самый главный параметр для нас это айпи адрес чтобы мы могли его прописать в браузере и запустить скрипт установки битрикса так еще одна-две секунды и цент ос должен запуститься видимо первое первый запуск он более долгий так вот отлично смотрите вот айпи адрес который нам необходимо заполнить или записать ну я его обычно запоминаю и все как правило он используется на протяжении всего времени и не меняется так теперь необходимо войти виртуальную машину под администратором пишем root это администратор и пароль прописываем битрикс по английски маленькими буквами так он просит ввести пароль рута текущий опять повторяем битрикс новый пароль при установке виртуальной машины сразу же просит ввести новый пароль а вот это мы меняем пароль для пользователя битрикс пользователь битрикс мы будем использовать для ftp доступа к виртуальной машине так как рутом нельзя подключаться по ftp так отлично все у нас виртуальная машина заработала в данном меню самый главный пункт это два вот когда нажимаете два здесь пятый пункт это выключить сервер четвертый перезагрузить шестым пунктом вы можете обновить саму оболочку битрикса вот и по моему даже сервер обновляется тем не менее как правило я использую только пятый пункт то есть это выключить сервер все окей возвращаемся в предыдущий пункт меню нажимаем команд выходим из виртуальной машины теперь есть маленькое отступление если вы хотите работать с хостингом а не с виртуальной машиной вы можете выбрать один из рекомендуемых битриксом хостингов на сайте битрикс откройте раздел партнеры так партнеры подраздел хостинг здесь перечислены компании которые предоставляют хостинг и он уже оптимизирован под битрикс как видите цены довольно таки такие демократичные плюс вы еще можете тестова на посмотреть как хостинг работает 10 дней вот например пейдж мастер соответственно вы ничего не будете платить итак и еще есть один нюанс по работе с хостингом когда вы устанавливаете битрикс на хостинг в процессе установки могут появиться ошибки они как правило двух типов связаны с кодировкой можете использовать кодировку windows 12 51 а можете использовать утф 8 я для всех проектов использую утф 8 потому что она является универсальной и с ней ну в будущем как бы легче работать в принципе при разработке сайта и когда пишите код как правило многие системы используют именно эту кодировку и программы далее что необходимо сделать чтобы решить эту проблему на хостинге в файле php.ini указываете параметры вот вот эти вот параметры я их под видео обязательно укажу чтобы вы могли скопировать и вставить это должно решить ваши проблемы далее установка битрикс если вы работаете на хостинге то необходимо в корень вашего сайта закачать файл установки битрикса для этого переходим на битриксе в раздел скачать управление сайтом и находим здесь заколовок удаленная установка на хостинг с помощью битрикс сетап скачиваем вот этот файл закачиваем в корень хостинга корень папки где находится сайт запускаем этот скрипт так и у вас откроется окно установки давайте вот сейчас откроем сразу же окно установки битрикса вот это ваша виртуальная машина на хостинге откроется следующее окно сейчас сгенерируется запрос вот это окно стандартно открывается когда запускаете файл битрикс сетап выбираем дистрибутив управление сайтом дистрибутив идет старт рекомендую использовать старт потому что в нем идет оптимальный набор минимальных компонент необходимых для работы вы не запутаетесь при работе то есть вам будет удобно и комфортно работать и так далее если у вас есть версия лицензионный ключ вы можете его здесь ввести но так как это виртуальная машина как правило используется демонстрационная версия а потом можно сайт полностью перенести на хостинг без потери каких-либо данных очень легко переносится дальше мы это будем разбирать нажимаем загрузить сейчас будет процесс загрузки файлов он зависит от скорости интернета придется немного подождать отлично процесс загрузки завершен начинается установка системы читаете лицензионное соглашение принимаете его если хотите продолжить сейчас необходимо указать имя, фамилия, имейл в том эти данные необходимы для создания администратора будет сделан пользователь администратор нажимаем далее устанавливаются необходимые модули битрикса битрикса отлично указываем свой пароль нажимаем далее здесь здесь необходимо выбрать загрузку из marketplace мы будем устанавливать ну делать чистую установку битрикса то есть без каких-либо данных шаблон будет чистый все инфоблоки вся система будет чистой вот она нажимаем далее и так название шаблона давайте назовем наш шаблон магазин 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 для сайта магазина папка шаблона shop так название сайта пусть тоже будет магазин title пропишем магазин description и keywords тоже пусть будет магазин по сути эти поля необходимы для SEO вот в будущем сможете сами настраивать или обращаться к специалистам выбираем модули которые мы будем использовать давайте поставим все нажимаем настройку решения сейчас идет последний этап установки все установка битрикс на этом завершена мы переходим на сайт вот перед нами установлена система битрикс в принципе на этом первый урок мы заканчиваем надеюсь информация оказалась вам полезна на следующем уроке мы разберем подключение шаблона и сделаем меню подписывайтесь на мой канал если видео было полезным для вас ставьте лайки пишите свои вопросы в комментариях с вами был Александр Лыбин всем удачи до следующих видео до следующих видео я пойду до следующих видео удачи